В деревне Новоалександровка Красноармейского района вопрос благоустройства дороги, связывающей сельчан с внешним миром, чуть было не стал камнем преткновения между народом и властью. Сельчане посчитали, что их мнением в важном вопросе пренебрегли. Местная администрация с фактами на руках заверяет ничего подобного. В ситуации разбирался Владислав Жернов. Как зеркало. Недвижима сейчас водная гладь пруда, которую местные жители называют урихой. Совсем иную картину представляет водоем весной. Паводковые воды подтапливают соседнюю деревню Новоалександровку. Не спасает от паводка и плотина с девятью трубами. При сильном напоре воды они работают в половину своего объема. В зоне затопления оказывается прежде всего единственная дорога из села. Местная администрация этой осенью решила проблему ликвидировать на корню. Администрация Красноармейского района решила сделать новшество такое. Вот придумали, что за ними находится такую лытвину. Ну, типа того, что вода будет не вот тебе смывать эту плотину, а будет большим потоком уходить при разливе с озера. Ну, беда-то в чем? Руководство, наверное, себе жизнь обрехочило. Не надо раскапывать, не надо закапывать. А люди? Как мы будем ездить по этой дороге, пока вода не сойдет? Жители Новоалександровки были уверены, что решит проблему установка на плотине новых труб большого диаметра. Два взгляда на один и тот же вопрос грозили перерасти в конфликт. Разрядить обстановку помог сельский сход. Глава поселка Чапаевский, которому административно подчинена Новоалександровка, уверяет, выемку грунта произвели вовсе не за тем, чтобы жители тонули в образовавшемся таким образом котловане. Было принято решение не закладывать сюда трубы, а сделать переливной каос, который отлично работает по всему району. И в Красноармейском, и в Колокольцовке, и в других поселках. Сейчас ведутся на данный момент подготовительные работы к этому. То есть вот была выемка грунта, было щебенение, видите, проезжей части дороги, здесь около 80 тонн. Щебни различной фракции, то есть все это укатали катком. На этой неделе начнется укрепление береговой линии пруда Урихи строительным камнем, бутом. Заключительный этап бетонирования и армирования кауза предстоит будущей весной, после прохождения паводка. Делать это сейчас нельзя, так как осенние дожди просто могут размыть бетонную смесь. В администрации Красноармейского района говорят, что жителям Новоалександровки быть отрезанными от мира в предстоящий паводок не грозит. В крайнем случае будет организована переправа для 40 проживающих здесь сельчан. Денежных средств в поселении не было ничего, поэтому мы договорились с организациями, строим мы это все на спонсорскую помощь. Просто в связи с тем, что нефтяники там у нас проезжали по этой платине, мы попросили ребятам давать нам технику, в связи с тем, что или ездить там не будете. Другие там работали, значит, кто-то щебень нам помог. Вот на сегодняшний день там все работы подготовительные мы провели. Пруд Уриха в Новоалександровке с каждым годом все больше превращается в болото. Прежде чем укреплять платину, водоем необходимо очистить от тины. В администрации Красноармейского района рассчитывают включить гидротехническое сооружение в областную программу реконструкции платин, которая на сегодняшний момент находится на доработке в региональном правительстве. Что же касается кауза в Новоалександровке, то полностью готов он будет после весеннего паводка 2019 года. Владислав Жирнов, Владимир Терентьев, Роман Апарин. Новости губернии.